Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Белов. Сегодня я нахожусь у нас в районном поселке Муранцево. Приехал в одну интересную организацию. Ребята занимаются сельским хозяйственной переработкой, продукцией своей, то есть ведут свой небольшой такой бизнес. Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Евсеев Сергей. Я представляю организацию ООО «Аграрий». Мы тут занимаемся, ну, мелким производством, так сказать. Сейчас все расскажем на примере и покажем вам. В данной комнате мы находимся, это очистка воды у нас здесь происходит. Мы очищаем воду, минерализируем ее и как бы поставляем для продажи. А воду где берете? Воду мы берем из обычного водопровода. Вот эти две установки. Проходят две степени очистки. У вас это оборудование есть такое специальное. Да, 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 да. То есть тут вот фильтра у нас стоят углеводородные. То есть сначала проходит через них, потом поступает вот в эту систему. Очищается, фильтруется, заливается вот в эту емкость. С этой емкости подается она вторую. Вторая очищает, также все это фильтрует второй раз. Подается вот в эту емкость и, то есть уже переходит в розлив. Все, это разливается. Это у вас уже готовая вода? Это уже готовая, да. Вот питьевая вода. Питьевая, очищенная вода. Вот. Экетки мы клеим, тут упаковываем. Вот упаковательная машина у нас. То есть все для реализации. Вот даже вот на примере вот упакованные бутылочки. Смотрите. Все. Также мы поставляем в госаптеку. Специальная этикетка есть для госаптеки. Мы там можем показать. Но сейчас пока заявочку ждем для госаптеки. Пока, то есть нету разливной. Так, а сейчас мы куда направляемся? Сейчас мы идем на нашу мельницу. У вас есть мельница? Да, у нас есть мельница. Мы ее приобрели три года назад. Как бы капремонт сделали нынче. И работаем вот мучку, мелем. То есть так, пойдемте, пройдем. Вот, дорогие друзья, наша мини-мельница, на которой мы работаем, производим муку, отруби. Все это продаем мы здесь. А муку для своих нужд сами пекете? Или еще и излишки можно продавать? Да, это как положено. То есть что-то себе вставляем, что-то реализуем, продаем. То есть вот мы намололи, сейчас отруби мы уже продали. Сейчас эту муку расходуем. И опять начинаем молоть. Вот так вот. Мельница тоже ваша? Мельница, да, наша. Мы нынче все отремонтировали. То есть... Как часто и вот для нужд мелите раз в неделю, там два раза в неделю или раз в месяц? Как вот часто потребность возникает? Ну, мы раз в месяц вообще мелим. То есть мы КАМАЗ перемололи, 25 тонн нам пока хватает. А зерно, вот продукцию, вот это где? Зерно мы берем у местных, там, с Камкурска, там. То есть местный свой производитель? Да, да, да. Муронцевского района не закупаете за пределами района? Нет, Муронцевский район. Все, вот как бы так. Берем пшеницу на перемол, так же. Ну, у некоторых людей же много бывает пшеницы. То есть им надо муку умыем, перемолом просто за определенную сумму и все. То есть услуги предоставляете? Да, мы предоставляем услуги перемола. Они как бы всю продукцию себе забирают. Просто нам оплачивают, там, например, за тонну, сколько мы перемолаем. Грубо говоря, там, определенную сумму ставим. А выход муки какой? Высший сорт, первый сорт? Высший сорт первый, второй сорт отрубик. Вот, как бы так. Вот наша мини-мельница. Как бы здесь пыльно, ну, это производство. Производство, да, да. Сейчас пройдем на пекарню. Посмотрим там. Так что, друзья, пойдемте, пройдем на пекарню. Посмотрим, какие продукции, какую продукцию делают. Да. Куда идем? На пекарню. Хорошо, идем в пекарню. Вот наша мини-пекарня. Пекаем хлебушек, булочки. Ну, всякие хлебные изделия, хлебобулочные изделия можно сказать. Тоже для себя и для местного, ну, для нашего района. Также в наш сваречек все это поступает. Все мы продаем. А печки где? Это печки? Это печки. У нас две печки. То есть, вот формочки, тесто-месители всякие разные тут. А мы орешки делаем. Ну, все, печеньки пекем, печенье там, не печенье. Ну, вот сейчас у вас продукции нет, просто все увезли по магазинам раз продаем. Да, мы снимаем сегодня в день, в данный момент это 9 часов утра. Сейчас я вот покажу даже вот начало, начало 9. И время уже здесь продукции ушла уже вся в магазин. Каждый день идет свежие все. Да, каждый день свежие. Ну, мы в работе. А во сколько тогда встают пекаря, кондитеры для того, чтобы это все испечь? Пекаря у нас, как правило, в ночь работают, чтобы утром горяченький хлеб подавать людям. Понятно. Вот такие вот у нас работники. Такой график работы. Да, график работы такой. Сделием. Что еще сказать? Так, сейчас куда мы пойдем? Молочное производство наше. Где мы производим молочко. Вот здесь мы производим молоко. Ну, то есть, как бы, молочную всю продукцию. Мини молочный цех, как бы так сказать. Ладно, по требованиям санитарной гигиены не будем туда заходить. Нас туда не пускают. Без халата. Так что идем в другое помещение. Так, в данный момент находимся на заднем дворе. Правильно. Вы еще занимаетесь заготовкой сена. Да, сена. А хранится? Хранится она у нас в буртах. Вот, грубо говоря, территорию. Мы арендуем пока, мы арендуем эту территорию. Сена мы производим пока для себя. То есть, у нас есть овцы, козы. В вашем хозяйстве? Да, в нашем хозяйстве. Но это в деревне находится, как бы, плодбище. И Вазово. Там мы элитные козы, как бы. Вазово? Да. Ух ты. Вот. Ну, это как бы наш сопредприниматель. Мы вместе работаем. Вот техника у нас небольшая. Ну, как бы, это не вся техника. Часть техники Вазово. Часть в гараже стоит, там трактор. Грабельки там, все это вот. Пресс, подборщик. Ну, всякая техника у нас стоит. Вот, как бы, так. Помаленьку работаем. Помаленьку. Вообще, в целом, вот сейчас, в наше время, легко ли или тяжело вести бизнес у нас в Сибири. Вот, то ли, как говорится, ведешь бизнес, допустим, где-то в теплом, в теплых краях, где нет вот такого снега, таких погодных, холодных условий. Ну, мы-то сибиряки, мы привыкшие, как бы сказать. Ну, затраты, затраты гораздо, наверное, выше. Ну, затраты, конечно, гораздо выше. А вот, корнеплоды сажаете? Пока ничего не в перспективах, то есть. И посевными зерновыми не занимаемся? Пока не занимаемся. Вот только... Просто зерно покупаете? Да, покупаем зерно. Но это в планах все, как бы, ну, как сказать, не будем загадывать, что будет дальше. Вот, как-то вот так у нас тут все происходит. И вот, что бы хотелось пожелать вот своим сотрудникам, коллегам и вообще в целом, людям, которые занимаются вот так, как вы, сельским хозяйством, переработкой продукции. Ну, хотел бы пожелать, чтобы у всех было всего хорошо, чтобы торговля шла, работники были хорошие, ну и... Рынки сбыта, самое главное. Да, рынки сбыта, самое главное. Ну и... Все, наверное, больше... Ну, вот сейчас в наши районы вообще в целом заходят очень крупные магазины. Магниты, вот эти остальные, они составляют большую конкуренцию. Очень большую конкуренцию. Потому что вот маленькое производство, оно всегда лучше и гораздо интереснее. Тут, как бы, авторская работа, чем вот просто закупил где-то какие-то продукты в Египте, где-то в другой стране, пригнал это в торговые сети. Да? Да. Тут, так, все равно это с душой делается. Много подавили эти магазины людей, всех предпринимателей. Даже вот, вы не возьмите, у нас был такой предприниматель Сидельникова, Кужелев. Он к нам возил пшеницу на пельму, то есть у него там свой производство, тоже такое же производство. Делает пельмешки, там печеньки, хлеб, у него все свое. Только заехал магнит, все, он перестал с нами работать, то есть у него упала продажа. Ну, большие торговые сети, они где-то закупают на большие. Ну, вот эти магниты низкоценные, это все, это беда. И то есть вот как-то мы с ними перестали работать. До этого мы с ним плотненько работали. Он пшеничку нам привозил. Ну, я думаю, что есть перспективы развития в том, что вы будете гораздо лучше улучшать, расширять ассортимент качества продукции гораздо лучше, чем в магнитах. Мы стараемся улучшать и будем улучшать. Ну, то есть у нас пока все стабильно идет. Людям нравится продукция наша, даже молочная продукция, сметанка, творог, как бы заказывают люди. А так вот у вас постоянно человек, наверное, 10-15 работают? Да. Ну, а вот когда-то бывает, вот, час пик, допустим, в летний период? В летний период у нас больше работают людей, потому что техники много, покос, все вот это дело. У нас бывает даже и за 30 человек работают. То есть в лето мне нужны будут рабочие, это как ни крути. А зарплата выплачивается в свои время? Да, зарплата в свои время платят. То есть два раза в месяц, 10-го числа аванс, 25-го, там, 26-го, зарплата. То есть сколько человек заработал, столько мы заплатили. Ну, вот у нас на покосе ребята работали, ну, не жалуюсь, 30 тысяч в месяц. Это как бы для района, ну, и не туговасто, и как бы техника неплохая у нас. Ну, это же не так, как раньше руками, просто ездишь грабли волковые, пресс. Все новое покупаем, вот селки, грабли, нынче закупим еще один пресс-подборчик. Ну, вы, наверное, участвуете в грантовых поддержках государства или как-то? Ну, пока нет. Вот мы в одном гранте... Или что сами заработали? Вот в одном, один грант мы получили в прошлом году, вот это молочное производство. Ну, там и то немного, ну... Да, да, да. А молоко где берете, кстати? У фермера местного. Это вот в прошедшем году местный фермер выиграл грант, закупил скотину молодых коров-телок. И сейчас там доится. Ему куда-то надо девать это, свое молоко. Вот он нашел. Мы с ним составили как бы договор. То есть вот нам поставлять пока молочко. Не в больших количествах, но нам хватает. Ладно, Сергей, спасибо вам за экскурсию. Приезжайте к нам еще. Ребята, если наберете достаточно комментариев, какие-то комментарии будут интересные, то я с удовольствием покажем, согласуем с руководством данного предприятия, чтобы вам, для вас еще провести более углубленную экскурсию. Мы не посмотрели колбасное производство, ферму нашу в деревне. Ферму, да, не посмотрели, да. То есть это все, как вы откомментируете нас, так и мы вам потом покажем остальное. Ну ладно, все, друзья. До свидания всем. Пишите комментарии туда, ну и... Субтитры сделал DimaTorzok